Здравствуйте, уважаемые зрители нашего канала. Сегодня у нас в гостях юрист из Новой Зеландии Таймура Засеев. И поговорим мы на тему рабочей визы в Новой Зеландии. Таймура, здравствуйте, спасибо, что уделили нам время. Расскажите, пожалуйста, немного о себе и о вашей компании. Здравствуйте, приветствую всех зрителей. Я являюсь юристом в Новой Зеландии уже несколько лет. Начиналось все в 2014 году. Сейчас я работаю вместе с другими юристами, которые занимаются не только миграционными, но и другими правовыми аспектами. Я выполняю работу как лично, так и через компанию, которая называется Bankside Immigration. Мы работаем на рынке предоставления миграционных услуг и предоставляем широкий спектр сервисов в отношении виз. Сегодня, я полагаю, мы будем фокусироваться на рабочих визах, но кроме рабочих виз мы также занимаемся и визитерскими, студенческими, в меньшей степени, и в большей степени рабочими и визитентскими. Очень актуально, потому что очень много обращений поступает к нам именно по направлению Новой Зеландии. То есть, эта страна такая востребованная, все мечтают туда попасть, поэтому, думаю, будет интересно. Я помню себя, когда я был на той стороне. У меня тоже несколько стран было в плане поездки. И Новая Зеландия стала, можно сказать, случайностью, наверное, и я ни разу не пожалел. Поэтому буду рад помочь информацией или работой. Спасибо. Таймурас, давайте тогда рассмотрим, какие виды рабочих виз есть, какие актуальны на сегодняшний день. Рабочих виз много, но основные, которые сейчас есть, это, наверное, та, которая называется Essential Skills Work Visa. Ее основой является наличие квалификации, формальной квалификации, либо рабочего опыта у человека. Через квалификацию и рабочий опыт человек выбирает направление в Новой Зеландии, на которое он хотел бы работать, и ищет работу. При наличии работы составляется предложение на работу. Это предложение на работу прикладывается к заявлению. Весь пакет документов подается в миграционную службу Новой Зеландии. Есть иные рабочие визы, партнерские, например, которые вскоре тоже поменяются. Есть право работы на студенческих визах. Ну, основа все же, наверное, является Essential Skills Work Visa. Сейчас в системе миграционных правил в Новой Зеландии происходят очень серьезные изменения. Essential Skills Work Visa наряду с другими рабочими визами перестанет существовать 4 июля. 4 июля появится новая виза, которая называется Accredited Employer Work Visa. По сути, она является такой же, как и Essential Skills Work Visa. Но, как это часто бывает, миграция Новой Зеландии решила перефасовать старые и прикрепить новые ярлыки к уже действующим правилам. Основа этой визы, Accredited Employer Work Visa, является трехступенчатый процесс. И можно, в общем, указать на первую ступень, как аккредитация работодателя. То есть, любое юридическое или физическое лицо, которое хочет нанимать мигрантов из-за границы, обязано иметь эту аккредитацию. Это свой процесс, самостоятельный процесс. Второй этап – это Job Check. Это проверка на то, что сама работа, которую это физическое или юридическое лицо предоставляет, является настоящей, что компания настоящая, что они не будут эксплуатировать работников, что местных новозеландцев, то есть граждан и резидентов, на эту позицию нет. Есть исключения из этого. Но при выполнении этих критериев у компании появляется номерок, который называется Job Check Number, и который они отдают, будут отдавать с 4 июля потенциальным заявителям, кандидатам. И эти кандидаты смогут поддаваться в миграцию Новой Зеландии на эту визу. Вот третий шаг – это как раз таки само заявление, которое называется Accredited Employer Work Visa Application. Здесь миграция будет проверять идентифицировать человека, будет убеждаться, что человек соответствует по здоровью, будет убеждаться в том, что человек не нарушал закон в своей стране или в какой-либо другой стране, будет убеждаться в том, что у человека есть либо квалификация, либо относимый опыт работы. Опыт работы, который относится к той профессии, которую человек выбрал для себя в Новой Зеландии, или на ту, которую он подается, естественно. И что у этого человека есть действующий номерок, вот этот Job Check Number от работодателя, и есть трудовое соглашение или его проформа. Это общие шаги, общие направления, которым человек будет проходить. В данный момент времени можно указать на то, что вот из этих трех шагов первые два шага выполняются самим работодателем. А вот третий шаг, это само заявление будет осуществляться человеком, заявителем. Сбор документов и подготовка запроводительного письма, если есть какие-либо моменты, на которые нужно обратить внимание, естественно, объяснение этих моментов в самом запроводительном письме и подача в миграционную службу. В данный момент времени, вот сейчас, по старой системе, все шаги выполняет сам заявитель. Сейчас это кажется немного странным, потому что иногда это создает проблему. То есть миграция запрашивает финансовую информацию от компании, но заявитель является, то есть, но кандидат является лицом, с кем компания разговаривает. Компания не может напрямую, миграция разговаривает, миграция не может напрямую разговаривать с работодателем. Поэтому, наверное, был сделан этот шаг, чтобы разделить вот первую ступень, вторую ступень и на третью ступень, чтобы можно было конфиденциальную информацию, которую нужно получать с компанией, выделить в отдельные процессы. И просто, чтобы кандидат и миграция могла напрямую с кандидатом сосредоточиться только на необходимых аспектах, которые относятся к этому конкретному лицу. Это такой общий обзор, небольшой, быстренький. А вообще, насколько просто переехать по рабочей визе в Новой Зеландию? Сказать по правде, это достаточно просто. Достаточно просто было. И это мой личный опыт, профессиональный опыт. Не мой личный переезд по рабочей визе. Я сам начинал по-другому, со студенческой визы. Но я профессионально работал с людьми, которых компания местная строительная нанимала, опрашивала, проводила интервью, принимала решение, подходит человек или нет. И давала приглашение на работу, если все соответствовало определенным критериям для этой компании. Эти люди были перенаправлены ко мне, как к специалисту. И мы, работая в таком трехстороннем отношении, проводили это заявление через миграционную службу. Очень эффективно и относительно быстро. То есть переехать по рабочей визе не так-то сложно. При условии, что есть предложение на работу, у человека есть доказанный опыт, либо квалификация, опыт работы, либо квалификация. То есть диплом, наверное, минимум трехлетнего уровня. Приблизительно, можно так сказать, предварительно. То есть три года должно быть, в принципе, более-менее достаточно по тем профессиям, о которых мы чуть попозже, может быть, и будем говорить. Можно говорить о том, что возникают некоторые проблемы в отношении полицейских аспектов, но это, как правило, можно бывает решать на стадии разговора с людьми и выяснения каких-либо отказов прежних или каких-либо нарушений закона. Такие моменты всплывают. Не часто, но они бывают достаточно серьезными. В отношении здоровья, в моей практике у людей никогда не было серьезных проблем. Были моменты, связанные, например, с гепатитом, когда миграция запрашивает дополнительные медицинские документы. То есть люди должны, понимаете, быть готовыми к такому запросу. Есть список состояний здоровья, на которые миграция обращает особое внимание. Они доступны, их можно узнать на сайте миграционной службы. Мы можем просмотреть и на стадии консультирования сказать, будут ли какие-либо проблемы или нет. Надеюсь, так ответил на вопросик. Относительно просто приехать, потому что правила есть, их можно удовлетворять, этим правилам можно отвечать. И при условии, что у человека есть доказанный опыт или квалификация, в принципе, путь относительно открыт. Можно добавить, что основная проблема бывает в поиске работы. Из моего личного опыта работы с людьми, у меня тесные связи в строительном секторе, и мои друзья владеют строительными компаниями. И с этой стороны, если ко мне кто-то обращается в поиске работы, и я знаю, что, например, мои друзья, владельцы компаний, хотели бы услышать от таких людей, я просто их перенаправляю, они договариваются о том, подходят ли они друг другу или нет. Если подходят и клиент решает, мы, как правило, занимаемся оформлением рабочей визы. То есть проблема поиска работы, она есть. Я квалификацию вначале сделал. Если есть предложение на работу, то это, наверное, 70-80% проблемы решено. В общем, можно приехать, главное попасть туда, и уже на месте сложно, но есть возможность найти работу. Получается так, да? Можно и так. И все-таки нужно это реализировать как-то заранее, чтобы уже по приезду. Также это можно сделать через вас, правильно я понимаю. Отвечая на ваш последний вопрос, мы, как правило, говорим, что мы нейтральны. Мы, как правило, не занимаемся поиском работы. Мы можем перенаправить, не проблема. Когда у нас бывают связи, мы рады перенаправить. Но рекомендовать мы не можем. Мы можем сказать, вот здесь есть место работы, вот здесь есть человек. Сами договоритесь, проведите интервью, посмотрите, есть ли квалификация, есть ли работа. Понравитесь вы друг другу или нет. Если понравились, мы с удовольствием поможем оформить визу. Это делать для того, чтобы сохранять дистанцию, чтобы избежать конфликта и интересов. Кто вообще может претендовать на рабочую визу, и есть ли возрастные ограничения. Можно я отвечу на ваши предыдущие вопросы о том, как искать работу? Я только что вспомнил о них. Отвечая на ваш вопрос о том, как лучше, искать ли работу из-за границы или здесь, опять же, у меня есть позитивный опыт, профессиональный опыт обоих случаев. Есть люди, которые сюда приезжали как студенты или визитеры. Здесь ходили в компании. И мой личный совет всегда. Нужно идти в компанию и разговаривать с владельцами компании. И они находили работу. В частности, в нашей строительной компании или в других строительных компаниях. У меня есть такой позитивный опыт. Также есть опыт, когда я лично размещал, от имени строительной компании, мы размещали объявления в российских средствах поиска работы и отзывались люди. Сегодняшняя система социальных связей онлайн позволяет достаточно глубоко проверить, детально проверить и исследовать опыт человека, его профессиональные основы, чтобы можно было принять решение. Как правило, моя рекомендация компаниям бывает запрашивать 5-ти, максимум 10-ти минутный видеоролик от человека-кандидата, который выполняет свою профессиональную работу. И из этих 5-10 минут опытные люди здесь могут быстро сделать вывод, как он работает с инструментом, как он двигается на стройплощадке. Мы и так нанимали несколько людей уже. Сейчас границы закрыты, они открываются 4-го июля для работников, 1-го августа для всех. Но вот все это время, два года, мы не могли нанимать людей из-за границы. Но вот когда границы откроются, одним из проверок того, как человек работает, будет как раз-таки такой вот видеоролик. Они достаточно популярными становятся в нашей компании. В нашей, я имею в виду, в той компании, с которой я сотрудничаю, в строительной компании. Потому что по-иному сложно выяснить квалификацию человека достоверно. Одно дело предоставить бумаги, а когда человек предоставляет видео, реальное видео того, как он работает, это бывает показательно. Редактор субтитров А.Семкин